Мир меняется. Что раньше казалось незыблемым утверждением, сегодня может вызвать лишь удивление. Век скоростей и гаджетов, век цифровых технологий, век огромного потока информации ставит перед человеком извечный вопрос – каково его место в этом массиве и в обществе? Женщины, занимающиеся политикой, сегодня не вызывают удивления. Но политика – это борьба. Это не только идеи и мнения. Это порой жесткая борьба за влияние в обществе, за голоса избирателей. Надежда Бондаренко работает главным редактором газеты «Правда Приднестровья» и о политической ситуации в регионе знает не понаслышке. Ведет активную журналистскую и политическую деятельность. За это она неоднократно получала административные наказания. На нее подавал суд министр внутренних дел Приднестровья. Суд приговорил Бондаренко к штрафу, которую она выплатила мелочью, за что ее опять привлекли к ответственности. Мова обиделся. Я прекрасно знаю, что такое оскорбление, что такое клевета. И в моих публикациях в социальных сетях ни того, ни другого не было. У меня нет состава. Если бы Мова написал исковое заявление о защите чести и достоинства, он был бы обязан разложить по полочкам каждое мое слово. Он этого не сделал. Он написал заявление в четыре строчки буквально. Меня оскорбили, прошу привлечь. Я с удивлением узнала, что Фейсбук – это место происшествия. С двумя понятинь, они его осматривали. Фейсбук – это место происшествия. Мы решили спросить у нее первое, насколько совместимы понятия «женщина» и «политика». Абсолютно совместимы. Если вы помните, слово «политика» пришло к нам из античности. Политика – это жизнь полиса. Тогда люди жили небольшими группами, городами, государствами, полисами. Сейчас у нас огромный полис. И не интересоваться его жизнью, не участвовать в жизни этого полиса – это невозможно. Женщина прежде всего озабочена тем, как будут жить ее дети, ее внуки. Она не может не интересоваться политикой и не участвовать в политике. С Надеждой Бондаренко не согласна активный блогер-политик из села Гыска. Несовместимые. Если ты настоящая женщина и хочешь быть только женщиной, а если тебе необходимо реализовать себя как человека, как личность, то это уже немножко другое. Тогда тебе вполне возможно быть чуть-чуть политиком, но чуть-чуть. Все-таки я из тех людей, которые считают, что у женщины есть первоочередные задачи, а все остальное второстепенно. Экс-глава города Бендера Людмила Чайковская полагает, что неправы те, кто считают, что женщина и политика несовместимы. Я полагаю, что это неправильная аксиома. Практика показывает, что женщина и политика – это вполне совместимые понятия. И у нас есть примеры и в рамках нашей республики, и в рамках бывшего Советского Союза в странах СНГ. И эта практика показывает, что женщины вполне могут быть успешными и в политике. В политику женщины приходят разными путями. Я пришла в политику прямиком из милиции. Но многие приходили тогда на профессиональной волне. Иногда в водоворот политики приводят случаи. Случай. Я вступила в партию Олега Олеговича Харжана. И как-то оно закрутилось, мне стало интересно, мне откровенно стало... Даже где-то мне полезно было, потому что я поняла, что можно не сидеть дома на кухне, а выйти из кухни. И тогда решаются многие проблемы. Проблемы окружающих, проблемы моих соседей, односельчан. Так оно получилось, что я многие проблемы сумела решить, но в партии, к сожалению, не осталось. Экс-глава города Бендер Людмила Чайковская начинала свою политическую деятельность еще при Советском Союзе. Она возглавляла народный контроль, успешно руководила государственным предприятием «Бендерский хлеб», была председателем общественного совета «Бендер». Затем ее назначили главой государственной администрации города. Она полагает, что для женщины политика многое зависит от ее семьи. По-разному складывается жизнь. Например, я очень рано ушла в работу общественную, в работу хозяйственную, административную. И надо прямо сказать, что, конечно, определенный риск есть в том, что женщина, уходя в хозяйственную работу или в политическую, она, конечно, уже не столько внимания уделяет семье, сколько нужно, но при этом все зависит от того, какая это семья, какой муж, какие дети. И если это все в порядке, то тогда все получается. Так что же хотят изменить женщины, когда становятся политиками? Изменить. Очень хочется, чтобы наше гражданское общество наконец-то возникло. Потому что я считаю, искренне считаю, что его нет. И нет вообще. Ну, знаете, есть официальные публичные политики, которых мы видим по телевизору. Да, там больше мужчин. А есть люди, которые вкладывают часть, ну пусть каплю своих усилий в политику, чтобы жизнь стала лучше, чтобы изменить ее к лучшему для всего населения. Для своей страны, города, семьи. Все это очень взаимосвязано. Эту связь гораздо тоньше чувствует женщина, чем мужчина. За свою деятельность политики женщины могут преследоваться. В предестровье объявили об уголовных делах против женщин, бывших членов правительства. Новое уголовное дело против бывших чиновников. Фигуранты сразу три экс-министра и экс-глава правительства. Оксана Буланова, Майя Парнас, Елена Гержул и Татьяна Туранская. Следственный комитет ведет разбирательство по делу о нашумевших в свое время минус 30%. Именно столько незаконно удерживали и зарплат бюджетников и пенсий. Сейчас все четверо объявлены в розыск. Тернистый путь к преднестровской политической жизни приводит в места лишения свободы и обыкновенных, рядовых женщин. Жительница села Гыска Мария Жуковец была лишена свободы за то, что она только присутствовала на центральной площади терраспы рядом с местом проведения встречи с депутатом Верховного Совета Региона Олегом Хоржино. Она на себе испытала, что такое арест и содержание в местах заключения пытки звуками светом. За свою активную деятельность, так, во всяком случае, полагают многие пользователи сети интернета и эксперты некоторые, вы были подвергнуты административному наказанию в форме лишения свободы админаресту на 6 суток. Правильно? Да. Скажите, вы расцениваете это как последствия своей политической активности или всё-таки это носит какой-то другой характер? Я рассчитываю это как ошибку власти. И даже объясню почему. У меня семья, у меня двое детей, у моих детей есть друзья, у меня есть друзья, у мужа есть друзья. Они по цепочке, власть, извините, сделали так, что моё окружение и окружение моих близких отвернулось от них. И это не мой единичный случай. Так они поступили со многими и отворачиваются люди откровенно от них. То есть вы полагаете, что это было незаконно, несправедливо? Я считаю, что они сами себе копают яму, а к сожалению, такие как я, ну, жертвы должны быть, наверное, для того, чтобы что-то изменилось. Я призываю всех, кто неравнодушен к тому, что происходит в республике в связи вот с этим митингом, который имеет большой резонанс, поддержать вот таким вот плакатом «Я, Мария Жуковец, не нужно бастовать». Это будет наше молчаливое протестное выражение за свободу слова Приднестровья и свободу выражения своего мнения. Вы провели шесть суток в местах лишения свободы. Скажите, как женщины переносят вот это заключение? Как женщины не знаю, а как я скажу, потому что я была одна. Ну, это страшно, это ужасно, это для меня, для человека, который 50 лет прожил, не нарушив ни разу закон, да и в этот раз не нарушив совершенно никаких законов. Это шесть дней вычеркнутой жизни, это шесть дней, проведенные в антисанитарии, Это шесть дней, которые, ну, кстати, которые, может быть, мне и на пользу пошли по той простой причине, что я поняла, что бороться надо продолжать с таким беспределом, что нельзя на этом останавливаться и нельзя бросать сейчас на полпути то, что начато, что людям надо открывать глаза и пытаться создавать гражданское общество. Каким образом воздействует психологически вот в этих камерах в местах лишения свободы на тех, кто там находится? До сих пор в ушах у меня звучит шансон периодически, это круглосуточная музыка, которая довольно громко звучит, ну, может быть, потому что моя камера была, а может быть, во всех камерах так, я не знаю. Это громко звучит музыка круглосуточная, на ночь ее чуть-чуть приглушает, ну, и свет, дневной свет, бьющий в глаза, вообще-то ужасно. Это просто страшно. Приднестровская политическая реальность такова, что порой выбор есть только один, или с нами, или против нас. Я недавно имела на эту тему беседу с некоторыми высокопоставленными нашими силовиками. Они меня призывали не нарушать закон. А я им объясняла, что я до сих пор, пусть даже и с трудом, но я укладывалась в рамки действующего законодательства. И где благодарность, и что я имею за то, что я ничего не нарушала, что мы имеем. У меня несколько административных привлечений. Для меня в политике нет ни мужчин, ни женщин. Для меня есть свои и противостоящие нам группировки. Они и мы. Мне совершенно все равно, мужчины там или женщины. Или с нами, или против. За женской политикой будущее полагают наши герои. Ведь наводить порядок – это женское дело. Видите ли, океан состоит из капель. Если я вкладываю свою каплю в этот океан, то очень трудно потом проследить ее движение и результат этих вложений. Но если мы не будем этого делать, то океан иссякнет. То есть я прилагаю усилия вместе со своими товарищами. И результат этих усилий будет виден через 10, 20, 100, 300 лет. И никто никогда не сможет вычислить, какую роль здесь сыграла именно моя капля. Но это нормально, это естественно. И это не основание для того, чтобы ничего не делать. Потому что тогда будет еще хуже. Экзлова города Бендер Людмила Чайковская много лет проработала в коллективах, где было много мужчин. Мужчины ее назначали на работу, как и снимали с должности. Как только власть в регионе сменилась, во всех городах и районах региона были сменены руководители. Однако даже сейчас женщина-политик не поменялась взгляда на свою деятельность. Вы знаете, любая работа, будь это работа, которую делает женщина или которую делает мужчина, ее главная цель – это служение людям. Кем бы ты ни был, президентом или ты, Марья Петровна, которая подметаешь двор, все равно ты это делаешь все для людей. К сожалению, практика сегодня показывает, что не все наши политики это понимают. Я хочу честно сказать, что вот этот период, три месяца с половиной, которые я возглавляла город, они оставили очень хороший след у меня, потому что это очень ответственная работа. очень ответственная, и она показывает, сколько у нас еще незаконченных дел, которые нужно делать для того, чтобы улучшить жизнь людей в целом в городе и в республике. И я думаю, что все-таки наше правительство и парламент, и президент, они должны делать ставку на женщин. Потому что женщина, она подходит ко всем вопросам особо. Она не рубит с плеча, она очень обдуманно, взвешенно принимает решения. И зачастую эти решения, как показывает практика, они всегда правильные. Идущие через тернии преднестровской политики советуют желающим вступить на эту дорогу. Если женщина не попытается навести порядок, у мужчин было очень много времени, сколько длился патриархат. И что, навели они порядок на планете? Да я чуть не вижу. Наводить порядок – это, в общем-то, функция женщины. Я думаю, что они идут в политику от того, что они хотят поменять жизнь к лучшему. Вообще практика, на мой взгляд, и по моему личному опыту, она показывает, что там, где женщина, там больше порядка. Будь это хозяйственная деятельность, будь это политика, будь это общественная деятельность, женщина более принципиальна и более настойчива в своих действиях. И всегда ту цель, которую она ставит, она будет добиваться. Сто раз подумайте и просчитайте, потому что возврат назад, он бывает очень редко. Если ты это начал, тебе придется с этим жить. Вот такое непросто это дело, женщина и политика. Тем более, в преднестровской политике.